Но если пойти еще дальше, ради эксперимента мы решили попробовать отпустить шарик, когда на нем закрепится путылочная ракета, и из этого получилось вообще не понять что. Всем привет и добро пожаловать на новый выпуск А что если, где мы проводим различные эксперименты и показываем много всего интересного. Сегодняшний выпуск получился весьма насыщенный, и это исключительно ваши заслуги. А так как большая часть экспериментов идет с вашей стороны, взамен простого спасибо хочу сообщить вам очень радостную новость. С выходом обновления 7.40 появилась линейка заданий на бесплатный боевой пропуск 8 сезона, и будет она длиться до 27 февраля. А также, если вы ведете просто тег любимого автора, вы получите бесплатную обертку, так как сейчас в новом канале я рекомендую ввести мой тег, который сейчас у вас на экране. А вы тем временем присаживайтесь поудобнее, и не забывайте подписываться на канал и поддерживать нас пальцами вверх. Меньше всего больше дела, погнали! Мы уже много чего повидали от данной игры, и сейчас нас мало что может удивить. Но то, что мы недавно увидели, честно говоря, не поддается никакому объяснению. Аирдроп! Сколько было сражений за этот лут, и каждый раз приходится застраиваться и только от того, чтобы не получить пулю в голову. Да, и этого теперь можно всего избежать. А поможет нам в этом турель. Вроде разные вещи, и кажется, что у них может быть общего, и прежде чем что-то говорить, для начала давайте на это глянем. Согласен, согласен, я тоже не понимаю как, что и почему так делается. Турелью особо не часто пользуются в лейте, поэтому если вы нашли их, не спешите выкидывать. Так как хоть какие-то полезные действия будет совершать, и вы не будете тратить время на открывание дропа, и лежать в инвентаре без дела, тоже не будет. Также, под прошлым роликом мы проводили эксперименты со снеговиком и автоматом с тепловизором. Кто не смотрел, можете перейти по подсказке сверху. И вы очень активно начали писать всякие различные идеи, но уже с нашей самой первой маскировкой, а это куст. Тепловизором мало кто пользуется, и я в том числе. И поэтому мне и вам было интересно проверить, сможет ли автомат с тепловизором разглядеть на детом кусте героя, а также сравнить его с обычным кустом. Изначально я думал, что у куста будет достаточно много точек. Где можно будет увидеть тепло, но оказывается плотность куста достаточно хорошо себя показывает. И по сути видны только те части, которые реально видны из-за куста даже невооруженным глазом. Если посмотреть на героя в обычном кусте, то всё то же самое, и никаких изменений нет. Так что если вы будете сканировать местность из автомата с тепловизором, будьте намного бдительнее. Ведь в каком-то кусте может прятаться герой. Читав вашу идею, я наткнулся на много идей с такой функцией, как автоподбор. Многие даже и не знают, что она есть в настройках, и её надо включать или выключать. Лично я и не пользовался, так как мне лишний раз лучше прокликивать действия и тем самым не расслабляться. Лично это на мой взгляд. Но мы здесь не за этим. Вы предложили проверить, а сможет ли автоподбор подобрать оружие в полёте. Идея и впрям классная. Тем более некоторые не знают о такой функции, и в целом будет интересно глянуть на сам процесс. Включаем функцию автоподбора и располагаем оружие или иные другие предметы в воздухе, для того чтобы облегчить сам процесс и выяснить, работает ли оно так. Сам эксперимент интересен, но в основном таких ситуаций у вас не будет, чтобы вы пролетали мимо и могли взять в полёте оружие. Так что такое не прокатит, а мы двигаемся дальше. Очень часто я встречаю один вопрос, после того как вышел в свет снеговик. Вы спрашиваете, а возможно ли одеть две маскировки одновременно, снеговик и куст. Пользуются ими очень редко, и сам скажу, что куст на днях даже переработали, и теперь он стал довольно играбельный. Можно бежать и удобно стрелять. Плюс он держит один выстрел. И я предлагаю посмотреть на сам процесс. И ответ довольно очевиден. Если одеть первым снеговик и попробовать что-то взять или одеть тот же самый куст, то снеговик пропадает. С кустом всё то же самое. Падением он не сбрасывается, но снеговик это запросто исправит. Так что взять две маскировки не получится, и в принципе боюсь представить, что бы из этого вышло. Ну и наверное самое интересное. Недавно мы тестировали бутылочные ракеты, и наткнулись на одну интересную особенность. Шариками сам не часто пользуюсь, но было интересно узнать, что будет если кинуть на шарики бутылочные ракеты, и будут ли они так держаться. Но если пойти ещё дальше, ради эксперимента мы решили попробовать отпустить шарик, когда на нём закрепится бутылочная ракета, и из этого получилось вообще не понять что. Если вы досмотрели до этого момента, можете написать в комментариях, как бы вы назвали такое... Даже не знаю назвать что. По мне похоже на шариковую ракету. Автора лучшего комментария по... будто шариковой ракете мы разместим на днях в сообществе. А мы тем временем на этом заканчиваем наш выпуск. Надеемся вам понравился выпуск, и вы оцените его пальцем вверх, и подпишитесь на канал. Как обычно, все полезные ссылки в описании. Ну а с вами был Макс, всем пока!